О том, нужны ли такие программы будущим предпринимателям, мы поговорим с киевским бизнесом-будсменом Владиславом Поповым. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Прежде всего, подведу итоги опроса, который мы провели сегодня в нашей группе ВКонтакте. Мы спросили, нужны ли образовательные программы тем, кто мечтает стать бизнесменом. Вот итоги. 45% считает, что да, нужны, на чужом опыте можно чему-то научиться. 18% считает, что да, они помогут найти нужные контакты и средства на бизнес. И 36% считают, что нет, этому не научитесь, это либо дано, либо не дано. Как считаете? Я бы особенно спорил с теми 36%, которые считают, что им ничего не надо. Естественно, бизнесу надо учить, потому что любой бизнес, он специфичен, он сложен. Особенно в плане бизнеса сложно понимание его среды, маркетинг. Но, так как я еще являюсь обуспенном, то есть лицом, который защищает бизнес в сложных взаимоотношениях с различными государственными структурами, в основном это структуры контрольно-надзорной деятельности, то мало научить бизнес, только правила ведения бизнеса. Очень важно научить бизнесу, бизнес правилам взаимоотношения с окружающей средой. Поэтому однозначно этому невозможно с этим градиться. Знать, как работать, какие требования есть у МЧС или у Роспотребнадзора, это можно только изучая документацию, только путем учебы. Это как раз тема этого форума, взаимодействия с надзорными органами, в том числе. В этом году мы немножко меняем формат. Да, действительно, у нас этот форум традиционный. Такие мероприятия проходят по всей стране, они привлечены к Дню предпринимательства. Традиционно у нас тоже такой форум проводится. Проходил он полномасштабно по всем районам Кировской области. И действительно, проходил больше формы обучающих семинаров. Но у нас сейчас уникальная ситуация, ну как уникальная, уникальная для данного момента времени, у нас меняется состав власти, у нас новая команда руководит субъектом предпринимательства Кировской области. У нас сегодня новая команда руководит крупнейшим муниципальным образованием город Киров. И там и там мы понимаем, что двигатель прогресса, это малый бизнес. Соответственно, раз пришла новая команда, то форум, эта площадка форума, как раз то место, где можно в очень сжатом, быстром режиме обменяться, сверить позиции. Потому что, естественно, бизнес участвует в какой-то деятельности, власть постепенно знакомится с проблематикой. Это все можно сделать в очень сжатом формате. А значит ли это, что климат применяется в области и будет более комфортным для начинающих предпринимателей в том числе? Мы определили две основные тематики, которые влияют на эффективность работы бизнеса. Это не панацея, это не, так скажем, не полномасштабный ответ на все эти вызовы, которые есть у бизнеса. Этих площадок может быть больше, но мы ограничены форматом времени, а у нас такой пробный формат. Мы выделили площадку по поддержке бизнеса, это и финансовая поддержка бизнеса, это информационная поддержка бизнеса, материальная поддержка бизнеса через доступ к инфраструктуре, кадровая поддержка бизнеса. И вторая площадка – это защита бизнеса, то есть отношения с фискальными органами, с контрольно-назорными органами. У нас очень, как я сказал, компактный формат времени, то есть у нас сейчас задача, чтобы и крупный бизнес высказался по данным тематикам, что бы он хотел, и чтобы власть адекватно оценивалась, способна ли она эти требования обеспечить. То же самое касается молодых бизнесов. То есть, как мы предполагаем, на этих площадках будут присутствовать и представители уже стабильного, ну, как мы говорим, крупного бизнеса, в кавычках. У нас в регионе нет крупного бизнеса, у нас практически все это средний и малый бизнес и начинающий бизнес. Молодых предпринимателей не пугают вот это взаимодействие, будущее с надзорными органами? Чего они боятся больше всего? О чем они говорят? Я думаю, что пока ты не прошел первую проверку, ты еще, наверное, ничего не боишься. Но, наверное, не стоит бояться. Как я уже сказал, главное знать. Потому что если ты вооружен знанием, то ты уже как бы обезопасен, ты уже представляешь, что тебя примерно ждет. В принципе, для всех видов бизнеса есть какие-то определенные наборы требований. Я бы не хотел спойлерить и раскрывать какие-то детали предстоящих форм, потому что я предполагаю, что и чиновникам будет что сказать, будет что показать. Потому что как раз один из проектов – это единое окно для предпринимателей. По тому же принципу, как у нас есть единое окно для населения. То есть куда может обратиться предприниматель, получив интересующую проблематику, в том числе и по взаимоотношениям с бизнесом. Это уже работает или это в качестве плана? Я надеюсь, что будет презентация данного проекта. Это очень сложный проект, потому что то, что достаточно относительно просто сделать для населения, намного больше требований для предпринимателей. Мы определили порядка 600 видов запросов, документов, которые как-то нужно было ранжировать и, естественно, все это запрограммировать. Но я надеюсь, что по данному ранжированию как раз тематика будущих взаимоотношений со структурами будет присутствовать в этом пакете. Соответственно, молодой предприниматель, который начинает заниматься бизнесом, может обратиться и получить достаточно компетентную информацию, как взаимодействовать, какие есть требования той или иной проверяющей структуры. В рамках форума вы оцениваете бизнес-проекты? Это общение. Сейчас наша главная задача, чтобы новость поняла, что хочет бизнес, чтобы бизнес адекватно понял, что реально можно требовать с каких-то определенных чиновников. Потому что у нас есть какое-то недопонимание. Если у нас что-то происходит, во всем время виноват президент, губернатор. Давайте все-таки понимать, где зона ответственности каждого конкретного должностного лица. В то же время, что бизнес обязан делать для того, чтобы выполнять те требования, которые ему предъявляют какие-то конкретные государственные структуры. То есть начинающие предприниматели об этом пока не знают? О чем не знают? Ну, то есть, кто в чем виноват, грубо говоря? Может быть? Какие стоят в себе особенности общения с надзорными органами? Подобные форумы – это же не какое-то уникальное явление. Это регулярное мероприятие. Причем данный форум, я считаю, матрешкой. Потому что здесь мы просто должны заострить основные проблематики, которые потом, последующими мероприятиями, формате форума, формате семинаров должны раскрыть. Сколько участников этого форума, как долго он продлится и каков итог, чего вы ждете? У нас основной оператор данного форума – это деловой клуб. У нас есть определенный оператор, который занимается подготовкой данного мероприятия. Примерно мы ожидаем, что будет порядка 150 участников, которые будут представлены во всех сегментах крупного и среднего бизнеса. Надеюсь, что мы сможем охватить основные вопросы и дать почву для дальнейших подобных мероприятий. Но запрос от предпринимателей на проведение таких форумов, он имеется? Вы чувствуете, что нужно им это? Собраться, пообщаться, поделиться опытом? У нас есть разные сегменты предпринимательства. Их можно поделить по размерам, по срокам возникновения, существующий бизнес, новый бизнес, по отраслям. Есть инновационные бизнесы. И в принципе-то у каждой категории немножко свои запросы. Поэтому тут надо быть гибким. Для каждой категории требуется какой-то свой формат. Мы сейчас отрабатываем усредненный формат. Новая власть, бизнес. Можно сказать, что сейчас смотрит эту власть. Посмотрим, какие точки соприкосновения найдем. Исходя из того, что мы поймем на этом форуме, будем устраивать дальнейшую концепцию. Моя работа – обеспечить максимально комфортные условия работы бизнеса. Я хочу посмотреть, что прозвучит, как цели и полагания на этом форуме. Что прозвучит, как зоны ответственности конкретных чиновников, должностных лиц. Что готов бизнес дать в ответ. Ну, что может дать? Варианты развития. Исходя из этой картины, будем развиваться дальше. У нас есть деловые объединения, которые в этом процессе тоже участвуют. Соответственно, будут участвовать в дальнейшей формировании политики взаимодействия бизнеса и власти. У вас большая надежда на новую власть. Вы уже неоднократно повторили. Есть поговорка «Новая метла по-новому метет». Посмотрим, какую сторону будем мести сейчас. Удачи участникам форума. Спасибо большое, что пришли.